Женщины-предприниматели могут получать пособие на ребенка независимо от того, сколько времени они оплачивали патент во время беременности. Раньше детские выплаты полагались только тем, кто платил за патент не менее трех месяцев. Сейчас это требование отменили, сообщили на координационном совете в правительстве. Получается, что вот этот механизм был упрощен и по сути предприниматель независимо от срока выборки патента имеет право на социальные пособия. Готовятся изменения и в части оплаты патента во время болезни. Сейчас нужно приехать в налоговую инспекцию, сдать там патент. После окончания больничного предпринимателю документ возвращают и делают перерасчет. Минфин предлагает делать перерасчет уже после выздоровления, когда предприниматель приносит больничный. Сложно заставить предпринимателя, будучи нетоспособным, болея какой-то болезнью, ехать в налоговую инспекцию, создавать патент. В этой связи Минфин полагает целесообразную разработку проекта законодательной инициативы, определяющего возможность перерасчета платы за патент, а также представления деятельности предпринимателя по окончании больничного. На совете обсудили также стоимость питания в школах. Цены на школьный обед в разных городах разнятся. В Тирасполе обеды самые дорогие, жалуются родители столичных учеников. Ценовые параметры и меню, и нормы питания должны быть унифицированы для всех учебных учреждений Приднестровской Молдавской Республики. Значительная ценовая нагрузка за прирост по тем же самым блюдам для терраспольских учреждений ложится на карманы родителей этих детей. И родители не понимают, в связи с чем это происходит при том же самом меню. В ближайшее время Минпрос должен разработать единые для всех школ Республики нормы питания, чтобы один и тот же обед стоил одинаково и в Каменской, и в столичной школе.